Это Риба, уставшая. Это наша уставшая. Это наша терраса. Это наша терраса. Это Богдан мочится в мяч. Здесь такой у нас вид с балкона на фарк. Здесь крыша опускается, подымается. У нас есть чердак, покажи им чердак. Чердак у нас есть. Блин, Богдан, нафига ты заперся? Вот он. Это, короче, у нас кухня. Прикольная такая. Нам подарили пасту с соусом. Еще, кстати, нам подарили ванная комната. Нам еще подарили вискаря, всякого мартини. Скорепите, ребята, выпивайтесь. Это, короче, это вот наша комната. С таким шикарным видом в окно. Богдан вроде хочет здесь спать. Это Янкино. Такая вот комната маленькая кроватка. Если что, Богдана сюда выглядит. Вот такая красота. Блин, куда мы едем? Мы куда-то едем. Не туда. Короче, мы едем на блошиный рынок римский. Открыто это церковь. Церковь открыта. Очень интересно. Короче, мы едем на блошиный рынок Рима. Выбирать себе. Каждый себе по вкусу что-то выберет. Потом дальше не знаем. Ватикан может быть. Короче, у нас сегодня день Рима. Колизей и так далее. А завтра мы уезжаем куда-нибудь. Фиг знает куда. Рим надоел уже. Вот он настоящий Fiat 500. Прикольный Fiat 500. Кудрыщинский, как запорожец. Мы идем. Здесь за углом уже блошинка. Сейчас мы идем в магазин. Мы проходим под воротами, которые дали название этому рынку. А название я не помню. Здесь, говорят, послевоенные годы. Собирались люди, меняли что-то друг у друга. Так появился стихийный блошиный рынок, на который мы приехали. Здесь полиция стоит на случай акций. Если скидки большие будут, то драки. Вначале всякая фигня продается, я знаю. Секонд-хенд, шматье. А дальше пойдут там интересные вещи, раритетные. Я хочу купить пластинку. Сидит Пиаф. Пока массовый секонд-хенд. О, Богдан, пицца. Монашки. Монашки едят пиццу. Как символично. Вань, давай домой. Ты уже начал соглашенный рынок. А куда ты ее повесишь? На дверь. К кому? Нам, на дверь. Входную. Смотри, какая красота. Входную. Так у нас, Саша, такая дверь китайская, что она ее сломает. Ничего страшного. Давай. Нет, ничего. Давай. Ты что, гонишь, что ли? Мальчик с Кисюнов штопор. Смотри, мальчик штопор. Плоскогубцы старые. Тут у дяди что есть. Ключики вот прикольные. Смотри, мальчик с Кислей бродукой. Угромный, мальчик с Кислей. Смотри, вы в ручной златы. Смотри, вы не встали. Я у меня живу, но это есть. Мне тоже есть. И дай, и лапе, и лапе, и лапе. И дай, и лапе, и лапе. И дай, и лапе, и лапе, и лапе. Чао, граци, граци, перфект, перфекто, белиссимо. Ты хочешь помочь маме? Какой маме? Какой маме? Нашей. Она хотела купить. Она хотела такое купить. А мы какое-то рвём сейчас бесплатно. Типичный дворик. Хочу показать. Два часа дня, и город вымер. На улице ни одного человека. Ни одного человека. Вообще ноль. Zero. Машин даже нет. Zero. Ноль. Где все люди? А вот человек идёт. Явно не местная. Они не знают, что надо дома сидеть. Все ставни, магазины закрыты. Потому что мало того, что сейчас обед, так ещё и воскресенье. Это, короче, комбо фаталити для Рима. Мы в прошлый раз так и не сняли панораму. Что-то много людей сейчас. Что-то происходит. Так по периметру идёт какая-то бешеная очередь. И с той стороны бешеная очередь. И мы туда не пойдём. А вот на этом куполе мы были на самом верху. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это вот площадь Венеции, да и вот смотри вот это короче здание, а тут вот римский форум, а вон отсюда видно Колизей, хочешь я пальцем ткну? Вон Колизей, да. Свадьба, у них и невеста, Боже, кто не веселил макияж. Ого, сколько ей топот. Либо пользуюсь старыми знаниями, эту лестницу проектировал Микеланджело в хиг знает каком веке, но не сам, это не получилось до конца у него, помогал ему ученик. Почему такие ступени, чтобы карета заехала могла? Ничего себе, что это за карета должна быть? Точнее, что это за пони должна быть? Это супер пони. Ты прикинь, на поле какой? А вот этот чувак, короче, я про него читал, интересная у него судьба, он там возглавил восстание какой-то одной из. Сверх, короче, правителя, потом начал сам бабок же хапать немного. Короче, закончил тем, что его повесили на площади, свои же. Видишь, он говорит как бы, как? Как так получилось? Я же делал все, что делали они. Почему меня убили? Вот, это, короче, красавцы, тоже Микеланджело, по-моему. Тут уже, тут я, по-моему, уже вру. Это какие-то братья известные. Короче, такая каша в башке уже, ничего не помню. Но очень красивые, по-моему, их от кого-то привезли. С писюном. С писюном. Богдана беспокоит писюн голый. Короче, мы сейчас зайдем вот сюда, за угол там будет римский форум. И там я впервые увидел попугаев, летающих в Риме. Попугаев? Попугаев, которые как гули летают в Риме. Да, у нас напротив квартиры, парк, которым у этих попугаев как грязи. Они нас будят по утрам своими дикими воплями. Типа, Кеша дурак там. А это кто? Я же говорю, что это чувак, который сейчас такой говорит, постойте, ребята, куда вы идете? Куда? Стой. Ладно, ты проходи еще, а вот ты уже там дальше за тобой стой. А, это Павел. Понти, Макс. Все его друзья. Павлик, Понти, Макс, Татуи, Майнэм. Короче, дальше непонятно. Потому что он там охраняет дядя. Это выход. Потому что это выход музея. А те, кто не платят, смотрят издалека. Яночка, Богдан, Саша, Антон, Виталик, смотрите, какая лестница красивая. Офигеть вообще. Ты сфоткала ее? Блин, ты что, раньше меня? Жена моя, поторопилась ты. Да, это вот волчица, которая Ромула и Римова. Молоком скромела. Что еще интересного знаю? Вот смотри, Янка. Короче, не зря я в прошлый раз путеводитель купил. Я много теперь что знаю. Смотри, Ян. Вот там холм на той стороне, видишь? Тут всего 7 было, вот это вроде второй холм. Там, короче, жили другие. Община какая-то другая. А здесь был другой. И была тетка одна, которая предала, короче, и пустила тех вот, тех жоп сюда. А, взяли. Вот форум. А это есть? Что интересного я знаю отсюда, что здесь две с половиной тысячи лет назад построили канализацию, которая работает до сих пор. Саша, когда мы будем с тобой делать чек-ин, регистрацию, мы должны быть очень красивыми. Поэтому ты подстригись, причешись, покрасься, сходи к снижению на ноготочки. Слышите, слушай. А я побреюсь. Так и будет. Что, Янечка? Блин, попугаи летают. Правда, они один в один как чайки выглядят. Это, наверное, и есть чайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, и разрисовано барельефами, которые там воспаляют две войны, Трояна с Даками. И очень реалистичные. Вот я фотографии видел, там, блин, даже лица людей видно. Настолько четко нарисовано вообще. Стоит с пятисотого года. Насколько? Полторы тысячи лет стоит колонна. Там Колизей. А стоит он задом почему? А, Рима, сынок стоит. Понятно. Две одинаковые церкви. Найди весь в отличие. Короче, заказывал архитектору, говорит, сделай как ему. Ну так, чтобы чуть-чуть немножко отличалось. Короче, родились две одинаковые церкви. Вот так вот. Это пьяца Дель Пополо, от которой расходятся лучами. Раз, два, три. Что, три улицы только? Три улицы и вот такая площадь. С обелиском. Обелиск, который один из правителей вывез себе из Египта. Даже египетские иероглифы на нем. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова